привет я так понимаю для многих моих зрителей вот это видео будет таким шоком это хорошо задумайтесь дело хорошее но это смотрите прошла такая информация что с 1 января 2024 года в Германии повышает пособие для беженцев в том числе украинцы да там не пишут только для украинцев для всех я эту информацию опубликовал могу зачитать смотрите с 1 января знать будет родители одиночки и одинокие взрослые будут получать 563 евро сейчас платят 502 больше больше дети до 6 лет 357 евро сейчас 318 дети от 7 до 14 390 евро сейчас 348 и от 15 до 18 471 евро сейчас 420 повышение класс да и сразу же поднялись как бы вопрос а почему как что ну начнем с того что руководство германии посчитала что все инфляция никуда не исчезает они решили сделать индексацию по этой причине повысили но здесь возникает вопрос а почему вот почему в данной ситуации правильно скажем так власть или правительство германии платит эти пособия и смотрите это же пособие платит не просто так от бюджета бюджет германии берут деньги платят да вы ставите ну беженцы так сложилось находится на территории германии да понимаю но почему вот почему они берут с бюджета платить деньги ну скажем так чужим людям никогда не думали а вы подумали нет нет не вот это ваша глупость это выброс я серьезно головой подумать почему потому что германии народ матюкается проклинает матюкает четырехэтажным правительством власть очень боится фискальной системы по этой причине платит налоги германии проклинает все что такое можно ненавидят налоговиков но очень боятся вот там действительно наказывать очень жестко если даже малейшее нарушение штраф есть немножко побольше может отобрать все слово все давно пример вы не заплатили налоги украине опа и все то немножко не так там под шейку квартира отобрали продали дом отобрали машину отобрали продали причем это так быстро делается и да немцы боятся страшно боятся если вы беседуете с немцем настоящим не беженцы беженцы да в данном случае не платят потому что во первых по большому счету сумма конечно для человека который в украинской о большая гармония это очень маленькая ничтожно но и свитился суммы там некоторых случаях налога платить не надо но маленькая или вообще если вы мало получаете не надо но ситуация заключается следующем что дать свитера германии очень жестокое наказание и очень жестоко работает на уровне люди боятся страшно тут рим они проклинают матюкают рассказывает кучу возмущений как немецкого чиновника разворовывать деньги с бюджета как они своим любовницам покупают бриллианты любимой памяти это было если там в германии тоже очень новенький ворует дело жить есть да другое дело что там в средствах массовой информации прописать засудят нас может и там действительно люди не хотят платить налоги ужасно тем более налоги германии выше чем украине но боятся ужасно до дырели так действительно довольно жесткая система контроля отслеживания и если человек действительно покинули причинам немножко так пропетлял вот найти и сильно доказать сильно дать порокам так дальше что мало не покажется человек боится проклинает и действительно на сегодняшний момент но если будет беседа с настоящими немцами ну что настоящие немец которые действительно там с роду племени вот которые новоиспеченные немцы немножко отличаются действительно например приехал там 10 лет пожил немец ну да не совсем а вот те которые интересные очень интересные но они действительно боятся платят который саммент матюка и проклинают помыслим беженцы но вы видите понятное дело никто налоги платить не хочет приходится платить когда они узнают что часть денег которые заплатили пришлось дадут людям которые беженцы ну как сказать в открытом может они и не будет возражать но если часто беседе вам всю жилетку измочали ты будет рассказывать какие гады эти бюрократы это правительство эти все что они их деньги раздают дальше дальше уже можно пи 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 потому что я понимаю потому что ну то что украинцы получают сирийцы получают там курды получают чем моих то получать турки тоже и понятное дело что человек работает заработал да не тысячу евро значительно больше в гармане считается что средняя зарплата до уплаты налога около 3 около 3 нет а когда оплатил все налоги половинка остается как же так половинку отобрали ну как же можно потому что такая система помните есть разные подходы я много раз вам объяснял что разных странах разные страны где очень большие налоги на товары даже и нелос продаж есть страны где очень большие налоги на зарплату и есть два мнения что лучше то есть выбирая очень много зарплату поэтому вы как бы меньше обладаете бизнес и меньше обладаете товары но зарплату вот игры нет это неправильно надо заплатку зато больше налоги когда человек покупает спор очень спор нет однозначного мнения все равно все недовольны потому что соответственно налоги большие на товары товары дорогие да вы вроде бы а если больше зарплаты вас забрали но либо товары не так дорожают хотя честно говоря в германии товары дорогие зарплата не так которая хочет нет я понимаю что одно дело когда под если немец получил бы и налог не платил о нет действительно довольно большая сумма не их остается а когда он получил ну не сказал говорят половина не совсем половина вот бельгий там бельгий действительно очень высокие налоги там половину фактически в германии мишка поменьше и обидно да нет нет я хочу чтобы стал а никак и вот это так и работает если действительно вы хотите раздавать людям деньги ну да в случае беженцы то для этого надо их собрать еще не собрали не раздавить в украине тоже беженцам платить честно говоря даже цифру называть хочу потому что если перевести в евро вы знаете очень ужас то есть но давайте скажем даже чтобы было так вот то что я обстал в евро в германии украине 10 раз меньше 10 раз есть ты ничтожному но другой стороны пацаны налоги не платить класс большая часть населения украины налоги не платят класс те даже которые платят платят мизер класс налог платит только крупный бизнес по полностью даже больше чем надо и бюджет банки платят все остальные по карману по этой причине даже если попытаться выплачивать в украине более-менее нормальное пособие для беженца это нереально но нет денег да можно сделать эмиссию время-то время такое делать но миссия вещь такая стрёмненькая по этой причине да вот такая ситуация а вы что-то поймите для того чтобы что-то раздать надо забрать да время от времени поговоришь когда украина вступит евросоюз то фискальная система будет как даже если внедрить такую фискальную систему как польши ну не знаю ли 10 на германии но лет 20 там ну это не так быстро там есть ряд нюансов когда надо гаечки закручиваются всех сторон это быстро не не собрали действительно будет тогда у нас действительно бюджет будет больше денег все будет мотивация но кто будет средства масса масса никогда не будет писать что в украине про коррупцию писать не будут и не будет писать то что украине высокие налоги и цены таком царе будет хорошо хорошо как германии этого такая ситуация а так в принципе все хорошо все замечательно ну чтож можем сказать что те беженцы которые находятся в германии сейчас молодцы ну точки зрения будет получать я понимаю что это небольшая сумма но лучше получать и вообще не получать с другой стороны я так понимаю те украинцы которые живут в украине зарабатывать значительно больше я много раз говорю по подсчетам которые делают правильные 700 долларов сейчас с листа у нас очень большая часть зарплаты левачок очень большая это уже как бы само собой да есть часть боя по белому часть левачка я понимаю что кто-то говорит а у меня 200 и вот отсюда если ты не можешь заработать 700 долларов или 1000 долларов в украине бездель просто бездель ну потому что в украине сейчас ну нельзя сейчас ну на ровном месте два пальца в асфальт и штука в тебя зелень в карман братья ну сейчас просто такой момент что боже милостивый на ровном можно все нарушать война все спишь на черт возьми так что сам баку так что вот такая вот информация для всех самых умных ну и слава украине героям слава а